Еще раз приветствую. У меня сейчас есть вопрос. Понятно, что подавляющее большинство присутствующих интересуется темой выличных интересов. Поднимите, пожалуйста, руку, ну, действительно хочет заработать на той, ну, сам, для себя. А теперь скажите, вы же наверняка, у вас у всех есть свой бэкграунд, у вас есть какие-то ваши реальные бизнесы, ваша деятельность. Вы вообще заинтересованы еще и в свой бизнес поднести это? Донимите, пожалуйста, руку, кто думает еще и про свой бизнес? О, прекрасно. Один из пунктов, которым можно смело говорить про ближайшее будущее, это что бизнесы, они под очень серьезным прессингом. Если раньше конкуренция была высокой, то в ближайшее время конкуренция будет ужасной, причем везде, в той именно степени. И когда я в первый раз говорил о том, что для бизнесов, для производства возможность быстро переналадиться, это возможность получить прибыль там, где остальные разоряются, это в первую очередь про нашу ситуацию. У вас, у каждого есть свой бизнес, который имеет очень большие риски, риски умереть в ближайшее время. И по большому счету цифровизация, вот тренд на цифровую экономику, который сейчас так активно обсуждается, это не способ быстро заработать в вашем бизнесе, это способ, чтобы он не умер. Чтобы он, в принципе, остался конкурентом, чтобы он на рынке оставался. И да, скорее всего, этот бизнес, даже если вы интенсивно будете все инновации внедрять, он не будет космически развиваться. То есть, вот эти 65% скромного дохода на криптовалютах, в случае с бизнесом, это, скорее всего, фантастика предельная. Но при этом, судя по количеству рук, вы все-таки не взаимозаменяете. Вы не бросаете свой бизнес, у которого доходность там 3-5-10% в год, чтобы вместо него заниматься криптовалютами с доходностью 50-100 тысяч. Правильно? Но все равно этот программ остается. Никто он не денется. И поэтому все-таки я продолжаю тему про реальный сектор экономики, который от технологий блокчейн может получить очень ценные конкурентные преимущества. Первый раз я говорил про то, что уже сейчас существующий бизнес, например, кондитерской фабрики, может получить реальную конкурентную преимущество для своего товара. Сейчас я хочу рассмотреть проблемы технологии и уже на второй половине кейса. Уже не про индустрию 4.0, не про производство, а про город. Умный город. С точки зрения технологии блокчейна, технологии вообще как это устроено, это почти одно и то же, на самом деле. Но этот кейс мне тоже интересен, я надеюсь, вас тоже заинтересовало. Итак, во-первых, что такое умный город, мало кто это понимает. В России есть интересное определение, не связи. Это то, что у вашего города должна быть обратная связь. Вы должны в сиюминутно понимать, что в нем происходит. Мы взяли в разрезе экологии на данный момент, чтобы узнать, был выброс или нет. Вы, скорее всего, будете ждать, в лучшем случае, месяц. Если туман, вы понимаете, что выброс есть, некоторые по запаху определяют, откуда. Начинается... Сгрызь два у нас. Практически, да. Начинается народное волнение. Власти могут инициировать специально позвать экологов, гидромет, где объяснили, что на самом деле выброса нет. Чтобы они рассказали народу, что тут ошибается. Но это нужно прям волнение. А в обычных ситуациях вы потратите месяц, чтобы дождаться его итогового отчета, в котором будет написано, что ничего не было. Ну, это не общий случай, конечно. Я ни в коем случае не говорю, что гидромет врет. Но вот обычно так и происходит. Есть очень большая проблема доверия в всей этой истории. И история с экологией – это всего лишь одна из самых ярких и злобонемных. Вот сенсорная система традиционная, которая до сих пор используется всему, ну, ладно, боксом с миром, но по всей России. Это лутка размером с гараж, которая замеряет в основном меньше десятка параметров и выдаёт их, как правило, спустя месяц. Из-за того, что он банально замеряет долго, потом надо интерпретировать, пересчитать, суммирует, и всё это, ну, муторная научная работа. Вот то же самое абсолютно, что делается в современном датчике. Функционал идентичен. Может быть, сейчас ещё с точки зрения технологии есть разница в точности, но в 99% случаев эта разница несущественна для пользователя этой системы. Вот конкретно фотография с окном – это фотография нашего кейса. Мы сейчас в Тольятти в рамках одного из наших экспериментов как раз такой датчик установили. И данные с него записываются в блокчейн, чтобы потом, во-первых, не было возможности откатить, чтобы, ну, у территориальной ситуации, да, большое предприятие сделало выброс, государство его увидело, но понимает, что социальные волнения ему не нужны, и оно само скрывает этот выброс и почищает свои логии, чтобы потом, спустя месяц, выпустить отчёт, в котором всё красиво. Это ни в коем случае не реальный пример, это просто некая умозрительная ситуация. В данном случае информация записана в блокчейн, и откатить её нельзя. Она сразу публична, и если выброс произошёл, предприятие не может этот факт скрыть. Оно может надавить на конкретного собственника, но если их много, то это нужно. Сложнее, чем что-то исправить в своей деятельности. И вот один из рисков технологии, оказывается, заключается не в том, что технология блокчейн сырает. Вот, кстати, все мы здесь и спикеров, практически голубым по Европам, с одного мероприятия на другую, кто-то с Парижа, конкретно я вчера был на экспертном совете «Газпромнефти», где высказывалась мысль интересная и, кстати, правильная, что технология блокчейн сейчас, казалось бы, если проводить технологию с интернетом, где-то на уровне 90-х годов, когда он только-только начинался. И там много было ошибок, много рисков. Но есть мнение, что на самом деле технология блокчейн на уровне 69-го года. То есть, когда там, в принципе, появляются первые, первые, непонятно что появляется. И вот уже интересно, уже понятно, что это очень круто. Но что это такое, никто не понимает. Если интернет этот путь прошел вот за эти полсотни лет, можно сказать, то сейчас, я уже проявил аналогию с Нивой, сейчас то же самое происходит гораздо быстрее. И какую бы мы вот такую аналогию не проявили, 69-й или 98-й, не имеет значения, потому что этот путь в блокчейнках много пройдет за считанные годы. И уже сейчас сама технология блокчейн позволяет реализовать в реальном бизнесе очень интересный кейс. Я приводил примеры и с российский, был пример с блокчейн-танкером, который западный консорциум проводил, тоже эксперимент, когда целый танкер нефти по блокчейну провели. Мы проводим эксперименты, вот я уже озвучивал, с экологией, с логистикой, отслеживанием кейсов, истории продуктов. Это все уже сейчас можно реализовать. Проблема технологий на самом деле не в технологии. Проблема в том, что для того, чтобы мы говорили про цифровую экономику, нам нужен способ оцифровать аналоговую экономику. Токен, который рассказывает про торт, никакого отношения к торту не имеет. Их связать практически невозможно. На торт в Тольятти мы наклеиваем AirFit. И все мы понимаем, что чисто технически можно подменить данные, что просто AirFit будет ездить по холодильникам, а сам торт оказывается ехать другим путем. То есть способов обмануть технологию на данный момент слишком много. И обманываем не саму технологию, а средства, с которыми эта технология оперирует. Одна из проблем, которая, можно сказать, даже если вот сейчас этот сенсор, который я показал на стене, висит, можно его запломбировать, можно его настроить, чтобы потом регулярно смотреть, что никто не искажает сам сенсор, мы все еще можем внедриться в канал связи между сенсором и блокчейном. И записывать изначально некорректную информацию. Много проблем. И следующий пункт – позиция регулятора. На данный момент именно в экологии законодательство отражает вот эту ситуацию. Для того, чтобы анализировать данные с этого датчика, не побоюсь этого гордого слова, нужен профессионал с минимум трехлетним опытом работы и профильным образованием. Нужно энное количество вычислительных мощностей у него в голове, чтобы он интерпретировал промежуточную информацию, чтобы это все переваривалось. И поэтому закон очень жестко ограничивает всех, кто пытается этим заниматься. Там лицензирование вот полугода и расходы на него могут вообще не оправдать себя. Здесь от вас не требуется ничего вообще. Вы его купили, вы его поставили. Хорошо вот вы, например, консалтинг получили и поставили его правильно. Это вот единственное, в чем вы, наверное, можете на этом этапе ошибиться. И все. Интерпретировать вам ничего не надо. Он сразу дает вам величину загрязнений в единицах. То есть вы просто уже начинаете использовать. И все. Там можно сразу выводить информацию в процентах ПДК. Вы, как профессионал, здесь не нужны. Соответственно, законодательство, которое ограничивает непрофессиональных участников, распространяющихся на вот эту историю, это устаревшее деломодательство. Вы не имеете права этим заниматься сейчас. Вот мы поставили нелицензированный датчик, потому что в Россию он не внесен в госреезд. И для своих целей мы его использовать можем. Но мы не имеем права вам сказать, сколько он намерил. Потому что в этот момент мы вступаем к правоотношению. Это в лучшем случае административное правонарушение. А на юрисовом оно очень красивое. При том, что, повторюсь, шансов в нем допустить какую-то ошибку, которая, собственно, не защищала старое законодательство, ну, практически не осталось. Итак, жесткие наказания, ограничения в использовании и устаревшие ситуации. То, что закон на данный момент делает. Риски применения в бизнесе – это вот, я уже сказал, что вы можете на свой нефтяной танкер засунуть, наверное, количество датчиков, которые вам будут всю его цепочку оцифровывать. Но у вас нет никакой гарантии, что эти датчики кто-то не… ну, сигналы с них не подделят. То есть вы будете отслеживать, в телефоне все будет красиво, но на самом деле он попал в другое место. Не соответствие законов потребностям, но вот о чем здесь уже много красиво говорили, что, в принципе, закон, он обязан быть таким, обязан быть инертным и защищать от непонятных ситуаций. И в нашем случае это точка перелома, когда ситуация уже почти понятна, а закон все еще от нее защищает. И здесь я не успел дописать, это люди, человеческий факт – это уже очень жестокая характера, проблема. Людей, которые способны сейчас решать проблемы в новых технологиях, их не существует. Мы тут кратенько… Соцопрос провели среди жюри, среди экспертов. Здесь нет ни одного человека с профильным образованием. Знаете, к чему? Потому что не существует профильного образования. Здесь все самоучки. И как только у вас задача масштабирования вашей деятельности, вы понимаете, что… Вот есть вы и все, больше никого нет. Кейс Аэра, который изначально рассказывал, это ребята с очень действительно высоким уровнем понимания, профессионализма, компетенцией. И задача масштабировать их деятельность упирается в то, что в России, ну, их нет инженеров, которые можно нанять. В принципе, нет. Их выращивать приходится. То есть, с усуденческих лет начинать работу. Одна из задачи нашей организации – это в том числе и образование, и просвещение в области блокчин-технологий. Но эта задача очень актуальная, она больная. И когда вы, ваше предприятие, захочет снизить риски разорения в ближайшие годы, и вы захотите попробовать что-нибудь сделать на блокчейне, вы укройтесь в то, что никто не знает, что делать. И вот еще один тезис, который я могу процитировать из вчерашней конференции «Газпром Дефти», это то, что вы сейчас начнете что-то делать в блокчейне, и вам это ничего не даст в ближайшее время. Но потом, когда технология дорастет, и возникнет внезапно понимание того, а где бы можно было примениться, вы уже успеете набрать команду, которая уже научится на этих первых кейсах что-то делать. И вы за несколько месяцев, максимум за полгода, реализуете проект, который даст вам вот тот самый толчок, скачок и импульс, что ваши конкуренты сделать не смогут по понятным причинам. Другими словами, риски для бизнеса в технологии блокчейн заключаются не в технологии блокчейн. Главные риски в том, что применить ее пока сравнительно сложно, но применить надо, потому что цифровая экономика – это наше светлое будущее. И по своей структуре блокчейн – это очень органичный инструмент цифровой экономики. Как только мы научимся его применять в реальном бизнесе, это будет одним из важнейших элементов цифровой экономики. И тут Путин за меня больше сказал, чем я могу. В принципе, не лучше. Поэтому я предлагаю риски учитывать, но тем не менее не бояться. Спасибо. Продолжение следует...